Доброе утро, дорогие друзья! Пытаюсь заснять восход. Но правда ветра нет и облака так, чтобы там совсем быстро не бегут. Но хоть что-то. Я вообще сегодня в три утра встала. Это просто ужасно. И кто рано встает, тот всех достает. И вон бедный Саши тоже сейчас мог бы поспать, но не судьба. Пришлось ему тоже проснуться. Но он не жалуется. А, вернулись наши гигабайты. Ура! А вы горите? Да, 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 я поняла. Ага, ага. Вчера мы таки спать ложимся, а у нас 800 мегабайт всего MB. Утром вот пришли наши, то что мы заплатили, 364 гигабайта. Прекрасно. Да, да, он хотел пойти утром начать, ну, как бы там, проверку, еще что-то. Так, а можно мне чуть-чуть, вот чуть-чуть опустить? Такой оператор. Меня только Анна вдохновила. Меня вдохновила Анна, что она пришла со своим штативом, сама все сделала, там это, думаю, как так, чего ж я-то не пользуюсь своим штативом. Вот. Очень важно общаться с единомышленниками, с людьми, которые что-то умеют и делают. Иногда это лучше, чем ты, у которых ты можешь поучиться. Ну, и, конечно, обмен энергиями, которого ты можешь чему-то, может быть, научить. Вот. Я этому очень рада. И, конечно, хороший пример. Он заразителен. Так, ты, Саши, следи. You watch, maybe, maybe, Патрик, come. Я хотела вообще на подоконник поставить, конечно, эту камеру, на маленький штативчик. Но, думаю, а вдруг Патрик придет, да как кувыркнет. Здесь даже если он уронит, то, может быть, не будет никаких проблем. А если он уронит с подоконника, с шестого этажа на улицу, камеру, то проблемы могут вполне быть. Да, небо розовеет в той стороне. Слушайте, небо в той стороне розовеет. А я камеру направила вот на ту гору. Да, по-моему, я не туда настроила. Гудмоник. У меня уже машинка стирает. Без пяти шесть. Вот, представляете? Ну, я же говорю, с трех часов не струю. Саши будет делать фото. Санрайз-то еще не наступил. You wait for sunrise. Санрайз. Как? Точно, обезьяна там. Вот, здесь вон. Пришла вон. А-а-а. Только одна. Видите на башне? По-моему, у нас не получится. Но у нас не получится. Съемок санрайза. Обычно их много. Пошла вниз, пошла вниз. Видно? Да, туалет им не проблема. Им ням-ням проблема. Так, ну что? Ну, ты, Саши, наблюдай, ладно? You watch, окей? Window, window open. Mama open window for make good video. Я потом просто хотела на ускоренной съемке. И якобы там облака плывут. Солнце всходит быстро. Старалась, старалась. А солнце-то взошло с другой стороны, друзья. Так, сейчас я так выключу, передвину. Ну, вот как вот так вот? Ну, ладно. Еще раз включим. Ну, мама. Ну, да. Бывает. И на старуху проруха. Да, уже хорошо так взошло. Просто, знаете, почему? Я... Зависит, видимо, от времени года. Я не знаю, планета ж крутится. Круглая-круглая. Вот. Иногда всходит над горой. Иногда всходит вот там. Иногда посередине. Я все время забываю, когда... Когда солнышко откуда всходит. Ну, посмотрим. Пусть сейчас... Еще поснимает, насколько там хватит заряда. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе осеннее утро. Сегодня 8 сентября 2021 года. Это Саши отправляет Рикшу там. Мама вон стоит. Машет руками, а ее не видно. Ей Рикша нужна. Он побежал. Тоже стал активно махать руками. Вот. И Рикша увидел, развернулся. Нам тоже нужен Рикша. Мы сейчас поедем на Пуджу. В соседнюю деревню. Я на Пале. Девушка одна попросила сделать для нее Пуджу. Мы любим на Пуджу ходить. Поэтому мы свои стараемся заказывать хотя бы раз в месяц. И для других тоже. Анна. Анна. Пойдем бананы покупать. Вон наша Анна. Да, друзья. Но мы, правда, не договаривались встретиться. Поэтому она не ждет. И она все время на байке. Да. Она нас не видела. Вот. Ну, видимо, какие-то у нее дела были в ее магазине. Тут ее магазинчик. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши комплименты Анне. Те, кто прислал комплименты. Она действительно очень красивая женщина. И оказалась к тому же добрая и благодарная. Благодарность – это душевное благородство. Вот. Поэтому, в общем, как я говорила, ко всем граням, которыми она сияла, добавилась еще одна благородная грань. Вот это вот благодарность. Вот. Сайрам. Как дела? Хорошо, спасибо. Как дела? Хорошо. 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 Так что спасибо вам большое. Я сфотографировала все эти хорошие комментарии, которые были хорошие. И отправила ей с утра ваши вопросы. Отправила ей. Ну, фотками прямо. Вот. Чтобы она не потеряла. И мы с ней встретимся. Вот где она, куда она пошла. Я отвлеклась, не увидела. Направо, налево. Башрам может быть. А может быть, здесь у нее байк стоял. Ну, в общем, как девушка видения, да? Она прошла, как Аравелла. Вот. Я обернулась посмотреть, не обернулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулась ли я. Но она не обернулась, куда-то исчезла. Но вы ее видели, да? Не было видения у меня. Вот. И, конечно, я еще хотела сказать, друзья, я вчера, ну, я уже привыкла, конечно, но все равно меня иногда поражают комментарии в стиле, мы же вам сказали не снимать и не встречаться с ней. Вот это я вообще, я была в шоке. Что значит сказали? Что же, значит, сказали, если бы у нас с вами был контракт, договор, и я бы продалась, так сказать, в рабство и позволила бы решать за себя, с кем мне встречаться, с кем бы нет, я бы и то попробовала расторгнуть такой контракт. Меня не устраивает. Меня даже мама не могла приказывать или, там, говорить, с кем встречаться, с кем не встречаться. Она, ну, как бы, ей не всегда нравились там мои, допустим, молодые люди, претенденты на мою руку и сердце. Однажды вот ей не понравился один молодой человек. Так она вообще додумалась меня закрыть прямо в комнате. А я взяла и в окно выпрыгнула. Вот, ну, правда, так, пообщались немножечко и, действительно, при всей своей красоте, росте, все такое, оказалось, действительно, маме-то виднее было, что неблагородным человеком. Вот. Ну, слава богу, что мы, действительно, пообщались совсем немножко. Это было чисто такие юношеские, дружеские, абсолютно дружеские отношения, что они не переросли в романтик. Вот. Но, в общем-то, если я захотела, как Высоцкий говорил, но если я чего хочу, я выпью обязательно, да? Я обычно не часто пишу комментарии, потому что мне лень одним пальцем тыкать, и я, как всегда, лучше разовью эту тему в видео, чтобы... Ну, один комментарий, ну, прочитают там 20 человек, а видео все-таки увидят больше, и мою мысль, как бы, поймут больше людей. Мне сказали, терпите, терпите, потому что Вы блогер, да, я говорю, я терплю, иначе я бы удалила просто эти комментарии, но я беседую. Вот. И сказали, написали, я написала, что я приоткрыла дверь в свою жизнь. Это приоткрытая дверь в свою жизнь, в мою жизнь. И вот, и в этой жизни я общаюсь с кем хочу. А мне сказали, Вы не приоткрыли, а Вы распахнули дверь. Но все равно, в любом случае, вот проходите Вы мимо соседей, а там дверь распахнутая. Но это не дает Вам повода и права кричать в эту дверь так. А почему этот исследователь встречался? Я же тебе сказала, не встречаться. Даже мамы сейчас крайне редко уже взрослым девочкам, а особенно 55-летней девочке, такое говорить. Я Вам сказала, мы Вам сказали, мы не хотим ее видеть. Но не хотите видеть, но я-то хочу, мама хочет, сестра хочет. Вот, я встречаюсь с кем хочу, и это действительно моя жизнь. С этого канала начинался, друзья. Кто-то пришел, потому что хотели смотреть обезьянок. Кто-то пришел из-за индийской кухни. Кто-то пришел из-за шоппингов. Кто-то пришел из-за гуак. Кто-то пришел из-за международной семьи. У каждого была своя причина подписаться. И также у каждого была своя причина для разочарования. Ой, я думала, здесь только обезьянки. Вы меня разочаровали. Ой, я думала, Вы тут готовите. Вы меня разочаровали. Я думала, Вы путешествуете, а Вы засели тут на месте. Вы меня разочаровали. Вот. У меня 4600 видео пока что на данный момент. И, конечно, я не могу всем понравиться. Вы знаете, даже в одной семье, вот вдвоем, да, мы не можем иногда прийти к консенсусу. Мы тут позавчера, мы так поругались, прям так поругались. Два человека, и то было противоположное мнение. У него такое, у меня такое. А когда, например, одно видео, к примеру, ну, посмотрели тысячи человек, да. Тысяча нравится, тысячи не нравится. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Но это не значит, что уже можно управлять человеком. Я на Вас подписалась, поэтому давайте быстренько... Вот теперь с этой не встречайтесь, а встретитесь лучше с тем. Где контракт? Где контракт? Будем контракт рассматривать взаимовыгодно. А так это невыгодно. Вам выгодно, Вы сказали. Не встречайся, я же тебе сказала. А мне невыгодно, я не вижу радости выполнять такие приказы. Так что вы уж извините, друзья, извините. Вот. Ну, конечно, это я говорю для тех, кто себе позволил вот такую бестактность. Это там, ну, буквально несколько человек, но... Обычно, знаете, вот действительно такое виднее. Такое виднее, чем что-то такое нежное, деликатное и приятное. Как только не пытались оскорбить, и сразу, прямо, знаете, безо всяких реверансов заходы начинались с оскорбления. Опять эту бешеную тетку пригласили. Давайте все. Не нравится нам. И так, и сяк, и наперекосяк. Вот. Друзья, моя любимая фраза. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Это очень важно. Сделать самому. Никто никогда не сделает так хорошо, как мы считаем лучше. А вообще, я, честно говоря, подписана там где-то на 500 каналов, наверное, и думаю, а что, так можно было, да? Можно было прийти и сказать так. Мне не понравилось. Давай-ка, больше не встречайся. Хотя, знаете, я иногда смотрю канал «Жизнь других». Я очень люблю «Жизнь других». А, с вами инсайт. Вот. Да. Очень люблю канал «Жизнь других» кажется. А как живут другие? Ага. Ольга Качанова. И вот она снимает, приходит в гости, снимает там ремонты, как у людей, там обстановка, перестановка, все такое. И мне это нравится смотреть. Однажды она сняла очень такого большой дом на гольф-клубе. И что-то я вдруг стала, решила почитать комментарии. Мам, дорогая, ей тоже не снимайте. Зачем вы нам это показываете? Этот канал называется «Как живут другие». А другие – это не только такие же, как мы. Мне, например, было очень интересно этот там километровый дом посмотреть. Он такой, ну, пустоватый достаточно, все такое. Вот. Ну, и мне было бы в таком скучно жить, там на роликах, что ли, ездить. Вот. Тем более он вообще стоит на гольф-клубе. Там никакой инфраструктуры. Надо куда-то доезжать, чтобы встретиться. Вот. Ну, неважно, все равно интересно было посмотреть. Но то, что в комментариях там понаписали ей, что давайте идите в нормальные дома. Ее же проект. Кто захотел, туда и пошла. Но она тоже ответила, что у меня пятница – день экспериментов. Вот. Так, ну ладно, друзья. Вы извините, я тоже понимаю, что очень многие говорят, ну, началось колхозе утро. Ну, запела песню Ярославны, плач Ярославны завела. Это я просто с вами общаюсь. Я же говорю, мне просто очень, очень лень пальцем стучать. Я и то вчера, я и то вчера выполнила, прям перевыполнила план. Наверное, комментарии в пять написала. Достаточно длинных строчки на четыре. Это для меня много. Вот. Ага. Ну, ладно, друзья, все. Всех обнимаю, всех люблю. Сейчас мы пойдем на пуджу. Мне надо мыть руки и ноги. Перед пуджей надо мыть руки и ноги. Да, иду. Я, конечно, руки понимаю, но ноги, мне кажется, немного нелогично. Я сняла чистые тапочки и пошла теперь по песку в храм. Да, да. Песочек просеивают, стройка во всю идет. С вами Джи молодец. Здесь три храмчика. Вот его храмчик, вот этот храм и с той стороны храм. Да. О, шрам шрам. С Sunny's мягко. О, шрам, да, Рюüzbach. О, шрам. Бал energia without saнике. Это nhiệжие тапочка. О, шрам. Жимзвага, шрам. О, шрам cloudBERG. О, шрам structure. О, шрам франциг- Legраж. Эти три храмы Harите слы Die,